МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Бакоса Акян провел рабочие совещания по ряду социально-экономических программ. Карен Нерсисян назначен руководителем Национальной статс-службы НКР. В Степанакирском музыкальном колледже подводят итоги приема учащихся. Состоялась презентация новой книги Мушега Оганжаняна. Итак, подробности новостного блока, лента сообщений Главного информуправления аппарата президента НКР. 20 августа президент Бакоса Акян подписал указ о назначении Карена Нерсисяна председателем Национальной статистической службы НКР с шестилетним сроком полномочий. В среду новоназначенного руководителя Национальной статс-службы представил коллективу ведомства секретарь Совета безопасности НКР, глава аппарата президента Марат Мусаилян, отметивший позитивную динамику в деятельности структуры. Экс-председатель службы, теперь уже ректор Арцахского госуниверситета Мануш Минасян, посчитала достигнутые успехи результатом слаженной работы всех сотрудников, а новый руководитель системы Карен Нерсисян подчеркнул необходимость продолжения положительных тенденций в будущем. 20 августа президент Бако Саакян провел рабочее совещание по вопросам реализации ряда социально-экономических программ. В своем слове глава государства отметил, что работы должны осуществляться в установленные сроки. Основная цель указанных программ – максимально эффективное выявление и использование имеющегося в стране потенциала. В этом контексте президент Саакян дал руководителям заинтересованных ведомств конкретные поручения. В работе совещания приняли участие спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян, вице-премьер Артур Агабекян, другие должностные лица. 21 августа президент Республики Артсах Бако Саакян направил поздравительное послание католикосу всех армян Горегину II в связи с днем рождения. В послании говорится «Ваше святейшество от имени народа и власти Артсах и от себя лично сердечно поздравляю вас с днем рождения. В вашей патриотической миссии вы оказываете существенное влияние на развитие армянской апостольской церкви и укрепление независимой армянской государственности. В Артсахе помнят и высоко ценят вашу подвижническую деятельность. Вновь поздравляю вас, желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов во славу первопрестольного святого Ичмиазина и нашего глубоко верующего народа», говорится в поздравительном адресе. 22 августа президент НКР Бакосаокян посетил райцентр Мартуни, где провел рабочее совещание, посвященное реализации в районе ряда программ. Особое внимание было уделено сферам сельского хозяйства, строительства и здравоохранения. В своем слове глава государства отметил важность осуществления комплексных программ, включающих различные сферы, отметив, что подобный формат послужит большим стимулом для обеспечения социально-экономического прогресса. В тот же день президент Саокян посетил стройплощадки ряда объектов райцентра и ознакомился с проводимыми работами. Президента сопровождали вице-премьер НКР Артура Габекян, другие должностные лица. В среду у подножья горы Дизапайт в Гадрудском районе состоялось освещение двухметрового хачкара Камня Креста, посвященного памяти павших за свободу Родины в Арцарской войне, воинов-освободителей из четырех окрестных сел Хинтагер, Хацаберт, Ханзадзор и Аревшат. На церемонии присутствовали руководители Гадрудского района, а также жители указанных селений. Хачкар возведен на средства ныне проживающего в России уроженца села Хинтагер Арсена Шадзяна, Арсен, отец которого погиб в Арцарской войне, намерен построить около хачкара родник, а также благоустроить прилегающую территорию. Патриотическую инициативу земляка приветствовал староста села Хинтагер Эдик Айвазян, отметивший, что в годы Арцарской войны погибли 11 хинтагерцев, 9 хацаберцев, 4 ханзадзорца. Церемонию освящения хачкара произвел предводитель Арцарской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян. Родители погибших воинов-освободителей выразили благодарность за сохранение памяти об их сыновьях, пожелав неповторения войны. В пятницу вечером состоялась организованная Степанакерской городской библиотекой имени Мурацана презентация книги Мушега Ганжаняна «Арцах. Родимая сторона». Открывшее мероприятие директор библиотеки Мария Саркисян заметила, что в подтверждение известной песенной строчки «Мои года – мое богатство» Мушега Ганжанян обобщил в книге «Богатство своих годов», передав его народу в форме летописи советского периода истории Арцаха. Своё мнение о новом детище Мушега Ганжаняна высказал Микаэл Балян, отметивший большое значение книги для будущих поколений. Песни Степанакерт автора поздравила народная артистка НКР Найруя Лавердян. Кстати, Мушега Ганжанян и сама певица являются почётными гражданами Арцахской столицы. В течение пяти лет возглавлявшего Центральную избирательную комиссию НКР Мушега Ганжаняна поздравила нынешний руководитель Центра избиркома Сырпуи Арзуманян, передавшая Мушегу Григорьевичу благодарственное письмо от имени всех поколений Центра избиркомовцев. Высоко оценила патриотический дух жизни и книги автора директор Арцахского историко-краеведческого музея Милания Балаян. Среди поздравивших Мушегу Ганжаняна был редактор книги Микаэл Аджиан, сообщивший, что автор представил лишь толику того, что имеет сказать, а посему книга будет иметь продолжение. А народный артист НКР Каджик Арутюнян прочитал отрывок из послесловия книги о заглавленном «Я счастлив». Есть ярчаник, который был в Хаеем и в Арцахце. Есть ярчаник, который был в Базмазавак Антоники Завакем, ют их парняров и в Минучарх Куйров. Есть ярчаник, который был в Артарацрелем Марту Мецагунь Кочума. Виновник торжества Мушегу Ганжанян, которому в будущем году исполнится 90 лет, выразил благодарность всем за теплые слова. По его убеждению, человека оценивают не по количеству прожитых лет, а по делам и оставленным после слебя следам. А следы эти очевидны. Строительство площади Возрождения, стадиона и аэропорта в Степанакерте, сооружение у въезда в город памятника «Мы наши горы». «Я сделал все от себя зависящее для сохранения армянского духа Арцаха в тяжелые годы антиармянской политики Азербайджана», – сказал Уганжанян. Презентация книги завершилась с песней «Карабахиц» в исполнении Найруи Алавердян, надписыванием книг и поздравлениями в связи с наступающим днем провозглашения НКР. В учебных заведениях республики самое время подвести итоги приема учащихся на стартующий следующее воскресенье новый учебный год. Не составляет исключения Степанакерский музыкальный колледж имени Сайат Новы, директор которого Карина Дадамян, сегодняшний гость студии «Вестника». Карина Альбертовна, во-первых, хотелось бы узнать, как проходят ремонтно-реконструкционные работы основного, ну, сейчас мы уже сказали бы, старого здания музыкального колледжа. На сегодняшний день я очень рада, что работы идут очень интенсивно. Если в таком темпе будут продолжаться работы, я думаю, что мы 1 сентября будем уже в нашем здании. 1 сентября следующего года мы уже будем отмечать в нашем здании, уже реконструенным, красивым, потому что проект, я видела, он бесподобный. И мне даже не верится, что мы пойдем в наше новое здание. Это все, конечно, прекрасно, но давайте не будем витать в империях и спустимся на землю. А где же вы сейчас занимаетесь? Мы сейчас занимаемся в центре Шарля Азнаура, и все три директора очень хорошо нас встретили. Мы все здание оккупировали, как говорится, хотя и гости. И я думаю, что они также в этом году к нам очень с теплотой отнесутся, мы будем работать там. Но, тем не менее, Карина Альбертовна, вы умудрились в таких условиях произвести прием учащихся на новый учебный год. Как он прошел, какие успехи, какие пробелы, какие пожелания? Правда, проводить на трех этажах прием очень было сложно, но, тем не менее, мы как-то освоились. И прием был не очень важный, потому что у нас получилось на фортепианном отделе два недобора, на народном отделе, о котором надо сказать, всего лишь три человека. В этом году, как ни странно, не было ни одного канониста. Но говорить о том, что вообще не было ни одного тарыста, кеменчиста, это очень плачевно, потому что народный отдел у нас полностью на нуле. И мне хочется, чтобы все директора музыкальных школ, особенно районных, агитировали детей на этот народный отдел, потому что даже оркестр наш, собранный фактически не из детей. А я собирала. Нет, вообще один единственный кеменчист по всему городу. Я думаю, что все же только директор музыкальной школы Мартуни и Аскерана в этом плане, они хорошо работают, и я жду через год канонистов к нам. Не, не канонистов, а и кеменчистов, и кеменчистов. А теперь проблема в том, что нет у нас педагогов для кеменчи. Это я уже буду искать. Мне будет это удобнее, если я буду знать, что есть прием, значит, найти можно педагога. В конце концов, альтернативники есть из Армении, есть в консерватории, хорошие музыканты, можно использовать их. Какая ситуация на вокальном отделении? Ну, вокальный отдел – это кошмар. Я не знаю, весь Карабах хочет петь. Почему – непонятно. Ну, с одной стороны, это неплохо. С одной стороны, это неплохо, но вот поступают, потому что на вокальный отдел поступить-то очень легко, там всего лишь один экзамен. Устав уже два года, который мы получили из Армении, отменил слух, память, ритм, который был необходим для нас. А теперь уже нам приходится по одному лишь предмету по специальности определять их. И в итоге получается, что половина вокалистов оказывается в плачевном состоянии, потому что, окончив девятый класс, они сразу прибегают, кто немножко умеет петь, прибегают к нам, поступают, а потом у мальчиков особенно начинается мутация, уже мы оказываемся в неприятных ситуациях. Поэтому наш устав. И мы думаем пересмотреть, как было раньше в советское время, с 17-18 лет поступать. Я думаю, что тогда уже будет и результат, и качество. Безусловно, хотелось бы поинтересоваться и положением дел с наличием педагогов профессиональных и музыкальных инструментов. Насчет педагогов могу сказать, что я очень рада. В прошлом году я взяла одного Марата Арутиняна. Народный вокал у нас отсутствовал, поэтому предмету педагога у нас не было. И еще есть одна девушка, которая в этом году приедет, она у нас работала с Сарпуги, потому что очень многие на вокальном отделе именно учатся на народном. И много такого интересного, там именно вот эти ихнии, вот эти рулады всякие, это только могут преподнести народники. Поэтому я рада, что у меня есть довольно-таки приличный, хороший педагог новый, окончивший консерваторию. А насчет инструментов мы, конечно, сейчас работаем на... Мы перевезли туда только пианино, потому что рояль перевозить невозможно. С инструментами немножко проблема, но тем не менее мы как-то упокомплектовались. Благодаря нашему директору Карине Арутюнян и Эвелине, которые нам отдали все классы. И нам просто повезло, что у нас занятия с утра начинаются, а у них занятия после двух. Поэтому мы как-то освоились. Ну, ничего, с инструментами тоже. Самое главное, чтобы наше здание было готово. Ну и в конце нашей беседы ваши поздравления и пожелания всем учащимся, всем школьникам, всем студентам в связи с наступающим в следующее воскресенье, первым сентября, Днём Знаний. Я поздравляю всю детвору, начиная с пяти лет, кончая в 18-20. Всех поздравляю с новым учебным годом. Желаю детям мирного неба. И желаю, чтобы побольше во всех классах, и тем не менее в нашем учебном заведении много было хороших, интересных номеров, концертов, много интересных, хороших детей, которые в дальнейшем могут продолжать свою учебу в консерватории, в аспирантуре. Я хотела бы поздравить всех преподавателей, потому что труд преподавателей очень тяжкий. И хочу, чтобы они с новыми силами могли начать новый учебный год. Спасибо за интересную беседу. Я вам желаю исполнения всех ваших надежд, связанных с новым зданием колледжа, а также устранения всех проблем, которые у вас сегодня имеются. А зрителям хочу напомнить, что в нашей студии была директор Степанакирского музыкального колледжа имени Саят Новый Карине Дадамян. Вы смотрите программу «Вестник». Армянский католикос и политический деятель Нерцес Шнур-Али считал наибольшим человеческим горем жизнь на чужбине. Не случайно проживающих вне пределов НКР арцахцев так сильно тянет на родимую землю. Свою ностальгию они пытаются смягчить ежегодным посещением Родины. В продолжение темы материал корреспондента программы «Вестник» Марты Осипян. Мы окончили школу номер 8 в 70-м году. Десятый Б-класс. Боевой класс. У нас кличка такая была. Десятый Боевой. Учителя у нас все в основном были хорошие. Например, я очень любила Рим Васильевну. Русский язык, литературу преподавала она. От того, что я очень любила литературу, наверное, поэтому и... И вообще она как человек был хороший, и как вообще педагог был хороший. Веген Суренович я очень любила. Он был строгий очень и одновременно человечный. Класс был дружный. Все время мы в загороды, поход. Ну, раньше же как было? Металлом собирали, там макулатуру собирали. Это все. Вот, например, я бы хотела, что сейчас вот в школах вот тоже, да, что-то вот организовали, макулатура. А то люди... Ну, да, это и сплачивает. Лидия Кабриэлят почти каждый год приезжает на горных рыбах. Так получилось, что она сейчас живет в Ставропольском крае, но всегда расставалась истинным патриотом. Так что в школе Водре она настоящая организатор и большой романтик. Ну, я хочу сказать, конечно, жизнь продолжается, но, увы, с нашего класса несколько человек, конечно, ушли из жизни. Мы, конечно, их не забываем. Мы их вспомнили за столом, естественно. Мы шесть часов, я прямо конкретно говорю, шесть часов отплясали, просто отплясали. Мы переговорили на все темы, мы вспомнили юность, молодость, мы вспомнили все детство. Я хочу сказать будущему поколению, что, ребята, не забывайте, это самое дорогое время. Но я хочу еще сказать, что с возрастом, когда, например, на примере моего отца, скажу, который рвался из России опять в Карабах и сказал, что я еду умирать на своей родине, я сказала, да ты что, папа, в России все-таки. Сейчас своим возрастом я хочу сказать, повторить его слова, что я хочу вернуться и прожить старость здесь. Карабах процветает. Я всегда говорю в России, это Лас-Вегас. Вот это все говорит о том, что ваш Карабах идет впереди планеты всей. Им действительно есть что-то вспомнить. Теплые отношения, трон-другую поддержку, взаимно уважаемые учителя и учеников, полное взаимопонимание. А все эти люди поддерживают эти отношения, живут воспоминаниями, радостными впечатлениями и желают молодому поколению хотя бы чуточку быть похожими на них, увидеть, сохранять и ценить все то, что имеют. Вы знаете, наверное, класс – это самое святое. После окончания школы много коллективов было. Это студенческие коллективы, это рабочие коллективы, меняли место работы, в разных коллективах работали. Но класс всегда остается этой первой ячейкой, когда мы себя почувствовали сплоченными, ответственными, друг за друга. И вот действительно, как Лида сказала, прошло 43 года, но мы не забываем никого. Все учились хорошо и все достигли всего. Но каждое лето мы с нетерпением ждали того дня, пока встретимся. Помните, мы в парке собирались, тогда этих кафе, ресторанов не было. Мы просто в парке накачали вместе, ходили, встречались, разговаривали. И эта традиция у нас сохранилась до сих пор. Правда, это маленький костяк. Я не скажу, что весь класс. Это маленький костяк. И причиной всего этого я хочу сказать огромное спасибо Лидии Габрилиан, которая действительно 10 лет она нас собирает. Сейчас мы уже выросли, у нас дети, внуки, каждый в своих заботах. А Лида, вот это тот положительный заряд, это не заряд, это гром, это гром, который трещит. Как приезжает все, значит, мы все должны быть на старте. Все бросаем и собираемся. Пусть это будет напутствием нынешней молодежи. Пусть они тоже подумают, что каждый год, когда встречаешься, это дает очень много положительного. Дорогие друзья, эфирное время программы «Вестник» подошло к концу. Смотрите нас в следующее воскресенье. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин